Да, мы готовы. Наконец-то все технические неисправности устранены. Я рада предоставить слово Игорю Владимировичу Гуляну, заместителю начальника полиции ГУМВД России по Волгоградской области. У него есть очень важная информация, потому что наша полиция нас бережет. Вот расскажите, как вы нас берегли в этот день, как была организована охрана и работа полиции на избирательных участках. Добрый вечер. Ну, начну с того, что в день голосования на избирательных участках принимало участие в обеспечении охрана порядка более 800 сотрудников полиции. То есть цель и задачи, которые стояли перед полицией, это, прежде всего, обеспечение охраны порядка и недопущение чрезвычайных происшествий. Я думаю, что полиция свою задачу выполнила. Прошли выборы довольно-таки, я считаю, что очень спокойно в рамках действующих законодательств. Но все-таки помощь сотрудников полиции пригодилась? Нарушения были, я имею в виду? Ну, я еще раз повторяю, задача была обеспечить безопасность, мы ее обеспечили. А по поводу помощи, да, два факта было, два обращения председателя территориальных избирательных комиссий по поводу удаления двух наблюдателей. Ну, сотрудники полиции по решению председателя комиссии, конечно, предложили данным гражданам удалиться без чрезвычайных происшествий, без эмоций, без амбиций, спокойно все это было сделано. Игорь Владимирович, ну, перед вами через год будет стоять гораздо более сложная задача, будут проходить выборы в Государственную Думу. Ваши сотрудники готовы защищать интересы граждан и обеспечивать им охрану? Ну, я начну с того, что мы не первый год обеспечим безопасность при проведении выборов, и, по крайней мере, вот за прошедшие несколько лет серьезных замечаний к внести не службы полиции не было. Поэтому я считаю, что мы готовы, и мы будем обеспечить охрану. Да, Надя, спасибо большое. Ну, вот выборы закончились, мы уже определились с выбором Волгоградца, завтра мы проснемся, что дальше? Какие задачи стоят перед областной и городской думой, и вот какова повестка дня? Ну, я думаю, что прежде всего областная дума должна будет, конечно, вместе с новой общественной палатой включиться в ту линию, которую наметил губернатор. Это не просто реализация федеральных проектов, это не просто подготовка региона к чемпионату мира, это, между прочим, борьба за вывод бизнеса из тени, борьба с серыми схемами, борьба против сращивания правоохранительных органов и теневого бизнес-сообщества. Я думаю, что вот связка общественной палаты, областной думы, правительства и губернатора, их совместные действия, не исключающие полемики, споров, даже конфликтов по отдельным вопросам, это будет главная задача. Только тогда власть сможет решать проблемы региона и добиваться чего-то от федеральной власти. Внимание, денег, включение в общероссийские программы. Только тогда мы почувствуем какой-то результат. Это если говорить об областной думе. Если говорить о городской думе, то тут задача, на мой взгляд, сложнее. Я не исключу той ситуации, когда руководство города может измениться. И здесь надо будет определять свою позицию. Определять свою позицию по отношению к новому руководству города и по отношению к тем проблемам, которые в городе есть. Учитывая то, что все-таки основным держателем федеральных денег является региональный бюджет, и возможности города весьма ограничены, значит, надо будет либо находить общий язык с областной властью, либо как-то разграничивать сферы, но выбирать себе такую сферу деятельности, которая бы приносила реальные плоды горожанам. А количество проблем, как мы можем заметить, у нас в крупных городах не уменьшается. Поэтому я бы сказал так, что в одном случае областным депутатам включаться в тот тренд, который обозначен губернатором, а в другом случае искать свое лицо, искать свое лицо, искать свою позицию. Вот так бы я выразил какие-то такие стратегические задачи, которые стоят. Ну, если включаться в тренд, как вы говорите, в городской думе, то... Областной. Областной думе, да. Я вот, например, считаю, что чем больше мнений, тем легче найти и истину. А если мы, там, областная дума будет включаться и включаться в тренд... Понимаете, мнения, они... Плюрализм мнений в условиях регионального парламента в основном просыпается в период бюджетных дебатов, когда мы делим деньги. Вот тогда плюрализм мнений. Потому что реальных политических битв, как это бывает на федеральном уровне, в регионах нет. В регионах нет. К сожалению или к счастью? Так устроена система региональная. Понимаете, большой политики здесь мало. Здесь битва за бюджет и, может быть, может быть, за отдельные нормативные акты, за которыми стоят мощные лоббисты. Вот тогда начинается битва. С одной стороны правительства и губернатора, а с другой стороны депутатов и тех лоббистов, которые стоят за спинами бойцов переднего края. Почему самая жесточенная битва возникает как раз не по политическому контуру, не между какими-то партийными фракциями, а между руководителями комитета. Ну, конечно, каждый хочет статьи о себе. Каждый хочет показать больше себе свою работу и реализовать. Извините, Евгений Николаевич, чтобы закончить эту мысль. Вот битва – это хорошо, но вспомним. Ведь мы, наш регион, десятилетиями страдал от битв города с областью. Понимаете? Не всякая битва идет на пользу. Это была та битва, которая раскалывала власть, раскалывала элиты и парализовывала их деятельность. Поэтому, в общем, мы не должны преувеличивать ни роль консенсуса, согласия, ни роль конфликта. Вот такой баланс. Ну, такая грань очень... Ну, а потом, понимаете как, спокойствия там не будет, везде живые люди. Везде живые люди, их характеры, их амбиции. Поэтому, там, где есть люди, там всегда будет весело. Я думаю, что, как только голоса будут посчитаны, будет ясно, кто стал депутатом областной, городской думы и так далее. Конечно, нужно будет, я полностью согласен с Александром Лениновичем, необходимости координации действий с губернатором, с областной администрацией, депутатскому корпусу, как и городскому, так и областному. И я уверен, что, на самом деле, важнейшим направлением консолидации этих совместных усилий, конечно, должна быть работа с теми людьми, которые проголосовали на этих выборах ногами. Те, кто на выборы не пришел. Те, кто выразил, таким образом, неудовольствие той реальностью, в которой эти люди живут. Это особенно касается избирателей и города Волгограда, и пригородных районов того же Городичинского и так далее. Потому что люди, которые не пришли на выборы, они тоже отдали свои голоса. Это фактически голосование против всех. И, на самом деле, мотивация этих действий, она очень важна для понимания областными депутатами, городскими депутатами, что нужно сделать, какие перемены совершить. И я здесь думаю, что здесь один из губернаторских трендов, о котором говорит Александр Леонидович, это, безусловно, борьба с коррупцией и с криминализацией. В первую очередь, на муниципальном уровне для Городищинского района и поселка Городища. Это задача номер один. Сегодня Городище – это мини-Сицилия, которая фактически на протяжении очень длительного времени, нескольких лет, находилась под контролем, и власть в этом районе находилась под контролем криминальных группировок. И поэтому на ведение нормального правоохранительного порядка, на ведение порядка, связанного с восстановлением законности, с восстановлением конституционного порядка, чем наш губернатор занимался, будучи офицером ВДВ в Чечне, вот нечто подобное нужно заниматься сегодня в Городичинском районе. Я думаю, что депутат, кто бы ни был избран, то ли Крылов, то ли Давыдовский, их главной задачей в областной думе будет не только соучастие в обычных депутатских процедурах, это должна быть работа, связанная с наведением порядка, с реализацией политики декриминализации в Городичинском районе. Задача номер один. Без этого там невозможно решить ни одну социальную проблему, вообще ни одну. Это вообще такие сильные... Это очень серьезная, опасная работа, которой они должны будут заниматься, потому что люди, кто контролирует эти процессы, они всем хорошо известны. Подойдите к любому городичницу, который там живет, независимо от возраста, пола и положения, он вам подробно расскажет, кто здесь чем занимается, земельными спекуляциями, в ростом денег на коммуналке, осваиванием бюджета и так далее. Это все, эти вещи известны, этим вещами нужно заниматься. Что касается в городе Волгограде, то я думаю, что усиление контрольных функций со стороны депутатов Городской думы над деятельностью городской администрации, это давно назревшая вещь. Депутаты как-то одно время нынешнего городского созыва, городского собрания, они чувствовали себя большими, серьезными хозяевами жизни в городе. Это было при госпоже Гусеве, когда она руководила городом Волгоградом. И это было необоснованное завышение, скажем так, претензий депутатов. С ее уходом эти претензии несколько обвалились и даже превратились, скажем так, уже в какое-то полурастительное существование политическое, когда эти депутаты заняты какими-то узкими вопросами, узкими задачами, непонятными никому, кроме них самих. И поэтому я думаю, что сегодня необходимость контрольных функций над деятельностью городской администрации, она становится для них ключевой. Это касается и подготовки города к зиме, и проведения дорожного ремонта, и работы с управляющими компаниями, распределения земли в городе, работа с рекламными конструкциями и так далее. То есть вот эти все вещи, которые связаны с зарабатыванием денег для городского бюджета, эти вещи депутаты должны контролировать. На самом деле не участвовать в этом, как некоторые из них занимаются, или активно, осваивая и зарабатывая на этом деньги личное состояние, а заниматься на самом деле вот этой контрольной работой, которая важна будет для, является непременным условием для изменения городской жизни в городе, в городе, изменения городской среды. Позвольте, Андрей Николаевич, продолжить эту тему. Один момент, одна ремарка. Ведь городским депутатам придется работать в ситуации, когда нельзя рассчитывать на какое-то увеличение городского бюджета, заметное. Давайте честно говорить, что ни региональные бюджеты, ни городские, они увеличены не будут. Значит, что значит реализовать эту контрольную функцию? Ну, во-первых, следить за тем, как расходуются деньги, которые вкладывают в коммунальное хозяйство, или говорили о своем желании вложить в коммунальное хозяйство крупные российские корпорации. Там были аппетиты, но давайте посмотрим, как эти деньги вкладываются. Но еще один момент. Когда нет денег, единственный резерв, очень серьезный политический резерв, который сможет решить проблему тех, кто проголосовал ногами и не пришел, о чем говорил Андрей Николаевич, это работать с населением на местах, с тем, чтобы контроль за деятельностью чего бы то ни было, районных администраций, управляющих компаний, отдельных чиновников, занимающихся социальным обеспечением, исходил не только от самих депутатов, которые сидят в центре. Волгоград устроен так, что центр работы надо переносить в округа, на район. Вот то, что если что-то не будет делаться в Красноармейском и в Кировском, то сидя в центре этого не сделаешь. Поэтому придется работать с депутатами и придется заниматься очень непопулярной для нашей власти темой. Придется активизировать гражданскую активность, простите за тавтологию, придется поднимать, стимулировать эту активность. Ну, а как ее стимулировать? Ну, значит, надо работать на местах. Давайте еще не забывайте. Надо работать на местах. Есть масса технологий, есть опыт и так далее. Городу предстоит работать в условиях дефицита или невозможности пополнить бюджет, но и в условиях семимиллиардного долга, которые сейчас... Ну, их спишут, спишут, спишут. Вряд ли спишут, потому что до наступления холодов или доступления отопительного сезона совсем мало времени, и этот вопрос будет основным. В холода долги сожмутся, станут меньше. Ну, я не уверен, потому что выборы уже прошли, и, в общем-то, здесь как раз сейчас будет очень жесткий предмет для торга, и будет, наверное, скорее всего, какая-то жесткая реструктуризация долга, не такая, какая обычно, там, когда люди, власть имущие приезжали, там, бахались. На колени перед, там, руководителем «Газпрома», мы говорили, что мы все, там, пустите, а мы потом как-нибудь там покажем. Уже не проходит это, да? За четыре года в трехкратном увеличении показывают, что эти, в общем-то, увещевания, они бесперспективны. Поэтому, скорее всего, вот эта задача будет для города главной. Есть такая точка зрения, что это не платежи населения, хотя мне в это, конечно, слабо верится. Ну, тем не менее, отвечать за долги муниципальных предприятий, они основные, в общем-то, не плательщики перед энергоспоставщиками, придется в городском бюджете, так как они гарантированы именно этим ресурсом. Деньги налогоплательщиков? Конечно, здесь от того, кто выберут и кого выберут, действительно, в конфигурации или в каком-то там ландшафтном измерении политическом ничего не изменится. Все депутаты вольются, ну, может быть, Крылов будет более, там, как-то стилистически привлекателен, там, или медийно привлекателен, там, для журналистов, там, для каких-то, для картинки, для вашего телеканала, который многие смотрят. И вот других, как бы, других таких, других таких преимуществ, естественно, не будет. Я думаю, что в любом случае, вот подводяйся, вот, как бы, общее говоря, некий вот итог, вот, что должно быть на следующий день, там, или на следующие, на следующие дни после выборов. Мне кажется, назрело время все-таки для, если не для повышения политического статуса депутата, областной или думы, либо городской в регионе, то, по крайней мере, скажем так, для его приведения его в некое адекватное состояние. Вот, я думаю, что для того, чтобы избиратели ходили на выборы, они должны понимать ценность депутатского кресла. Это значение депутатского мандата, его возможности. Если они считают, что этот депутат ничего не решит, они никогда не будут за него голосовать. Какой бы партию он не принадлежал, какой бы распрекрасный он человек не был. Поэтому депутат, это должен быть работающая, играющая фигура, да, человек, который имеет и ресурсы какие-то, и полномочия для решения реальных повседневных, пусть не больших, но реальных повседневных проблем людей на земле. То, о чем говорил Александр Леонидович. Если депутаты будут просто инструментами для голосования при принятии бюджета один раз в год, это, ну тогда проще вообще-то разогнать эти законсобрания или городские собрания, толку от них нет никакого. Люди не ощущают их необходимость сегодня. Поэтому я думаю, что вот та работа, которая сегодня в областной думе началась, и которая, так сказать, подводно там идет, эта работа по подготовке нового закона или внесении поправок в закон, областной закон о статусе депутата в городской области, он, на самом деле, это решение, это задача не столько уже технологическая, сколько политическая. Я считаю, что депутатам необходимо вернуть ресурсы на исполнение депутатских наказов. Может быть, не в тех параметрах, в которых это было сделано раньше, да, и как бы сейчас не казалось парадоксальным в эпоху вот сжимания бюджета. Да, разве сейчас нет? Сейчас не имеет, да, нынешний созыв депутатов не имеет денег на выполнение наказов перед избирателями. То есть они сегодня фактически лишены даже минимальных средств для того, чтобы оказать помощь какому-то людям на своем округе и так далее. А, перспадать. Да, как это было раньше. Я думаю, что сегодня это нужно вернуть. Я думаю, что депутаты сегодня должны хотя бы это, да, хотя бы это, хотя бы это, хотя бы это. Ну, подожди, раз убрали, значит, может быть, они дискредитировали как-то? Да никак, если есть дискредитация, если есть дискредитация, но она не говорит, конечно. Нет, их убрали по одной простой причине, потому что, как всегда, было мало денег в бюджете, надо, чтобы ими распоряжалась исполнительная власть или, допустим, руководство областной думы. Но в итоге это привело к тому, что люди вообще потеряли смысл в этих избирателях. Сами избиратели, сами депутаты перестали избегать избирателей, им просто не о чем говорить. Они понимают, что люди к ним приходят на прием, либо на встречу, чтобы со своей проблемой, своей бедой, чтобы озвучить. А смысл ее слушать, если он ничего не может сделать? С другой стороны, депутаты довольно состоятельные люди. Ну, разные там есть люди. И тот депутат, который думает о каком-то... Я думаю, вот на самом деле не надо заниматься приватизацией государственной функции. Депутат, он может быть состоятельный, несостоятельный. Он выполняет государственную функцию. Но если он хочет помочь, он может помочь. Нет, подожди секунду. Депутат может заниматься благотворительностью, но у него должны быть положены по закону возможности реализовывать свои функции, как представителя определенной группы населения. Если он сверх этого хочет заниматься благотворительностью, то право. Но у него у каждого депутата должны быть... Они разного статуса, разных имущественных положений. И поэтому они должны... Но они должны иметь равные возможности, по крайней мере, в какой-то части. Пусть у них будет там по 100 тысяч рублей на год, но у каждого. И потом можно будет спросить с каждого этих депутатов, на что они потратили эти деньги. Я думаю, что... Вот, кстати, беда депутатов Волгоградской горошкой думы в определенный период состояла именно в том, что они свою депутатскую деятельность стали рассматривать как коммерческое предприятие. Конечно. И вот эта коммерциализация всех видов деятельности, не только депутатской, да, это показатель того, что наше общество крайне примитивно, крайне односторонне, я бы сказал, не побоюсь этого слова, крайне убого понимает смысл института демократии. Все сводя к рынку, все сводя исключительно коммерческим отношениям. Если говорить о депутате, депутатная фигура, он должен обладать не только личным фондом, не только вносить, так сказать, сам как частное лицо какие-то средства в решение, он, как представитель власти, должен организовать некоммерческие организации, бизнес-сообщество, партии движения, да, собрать их вместе и сказать, ребята, вот есть проблема, и я как депутат ставлю, и давайте ее решать. Я настаиваю на это, я буду об этом говорить. Понимаете? То есть вот эти функции координатора, организатора, человека, который через СМИ озвучивает эту проблему, делает ее публичной, не говорит. То есть добиться активности от избирателей, в том числе и выборной, можно только одним способом, активировав сам статус депутата, в том числе вот через эти очень простые механизмы, которые работали до недавнего времени, от которых отказались, и к которым, на мой взгляд, нужно вернуться. Потому что статус депутата сейчас, ну или во всяком случае, в Волгограде очень принижен. Это вот ситуация там с этими табличками, которые по эвакуации развесили, без их ведома там люди, это говорит о том, что просто городской власти, это просто... Это как частный случай, который показывает... Никто вообще не ставит даже, ну просто вот, не просто там какие-то там одну-две, а это было там сотни табличек, которые развесили, и кто сейчас разбирается, этот вопрос, в общем-то, наверное... И не активировав этот статус депутата, да, сейчас областной думы, городской и так далее, районных дум, мы просто можем столкнуться с этой проблемой голосования ногами уже на выборы в Госдуму, потому что люди так же не будут видеть смысла в этой деятельности этих депутатов Государственной Думы. Что толку голосовать за ними, да, если они все равно ничего не делают? Кстати говоря... И тут уже нарезали, Пескова не нарезали. Да, противники пески не помогут. Да, уже для пески уже не помогут. Кстати говоря, и ваш канал, и другие волгоградские телевизионные каналы имеют прекрасную возможность наряду с клубом экспертов создать депутатский клуб, как формат передачи, где, по крайней мере, раз в месяц наши депутаты могли бы серьезно говорить о тех проблемах. У нас есть такая программа, да, есть такая программа, там, в своем депутате, этот канал шагает впереди, лично, но что-то же остается только всем этим каналам последовать доброму примеру. Блохо то, что у всех, кто там приходит на передачу «Слово партии», те партийные лидеры, которых вы приглашаете, больше любят говорить о себе или о тех делах, которых они лично проводят. Но нет поддержки тех же самых кандидатов, которые идут на выборы от их партии, от их объединений, которые они поддерживают. Ни одного слова не произнесли там ни лидеры ЛДПР, ни справедливая Россия и так далее. Только про свои личные заслуги, личные там, какой-то этот... То есть даже ваш канал они используют только для того, чтобы повысить свои... Нет, ну надо дать должное телеканал «В1», это единственный канал в Волгоградской области, который, во-первых, регулярно показывает политические программы, в этих программах участвуют депутаты областной или городской думы, и это единственный канал, в котором каждый день можно увидеть информацию о деятельности политических партий. Андрей Николаевич, наш канал называется «Волгоград-1». Волгоград-1, да, я так и сказал. В-1. Волгоград-1. Да.